Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Наконец-то у меня появилось время и желание, скажем, какая-то мотивация снять видео косметички месяца. И это уже будет за полтора месяца, апрель и май. И начну с тональных основ, что-то у меня здесь много, в общем-то их. Весь апрель буквально я пользовалась своей основой от Clinique, которая называется Super Balanced Silk Makeup. У меня в оттенке 05 Silk Ivory. Эта основа здесь у меня не с родным колпачком, на самом деле у нее родной колпачок серебристый. Мне эта основа очень нравится, потому что она очень красиво на лице лежит. Она буквально как эффект фотошопа, она очень хорошо все кроет. Наверное, самая хорошо кроющая основа в моей немаленькой коллекции. На самом деле, ну, есть у нее один очень существенный минус. Это стойкость. На мне спустя 4 где-то часа она довольно-таки сильно начинает жирниться лицо. Я промакиваю салфеткой, пудрой, как бы не советую ее перекрывать, потому что она и так такая довольно full coverage, поэтому выглядеть будет не очень. Поэтому она скорее на такое прохладное время года, начало весны, осень, вот так вот. Ну, зимой тоже может быть. Поэтому я хотела очень ее поносить, пока у нас вот сейчас уже не наступила жара. А так, еще раз повторюсь, она ложится на вашу кожу прямо как масло. И она как бы очень невесомая, при том ее надо немного. Главное с ней не переборщить. Если переборщить, то вы рискуете, как бы что очень видно на вас будет макияж. Как бы совсем неестественно, в общем, будет смотреться. Но она такая специфическая, в общем, на любителя. Иногда я ее отставляю в сторону как-то, но в апреле просто пользовалась только ей. Моя рука к ней тянулась, наношу ее влажным спонжем. Чуть-чуть приходится добавлять мне белого своего тонального крема или аджастера, как еще можно назвать, если. Вот. Но основа неплохая. Она, кстати, стоит не так сильно дорого для люксового продукта. Она стоит от 25 до 29 евро, насколько я помню. Я покупала на сайте Look Fantastic. Она не глухоматовая, имеет такой бархатистый финиш. Очень красивый, деликатный на лице. Еще раз повторюсь, выглядит очень красиво. Как-то цвет даже немножко подстраивается, что ли, текстура. Но не очень стойкая конкретно на мне. Может быть, на вас будет по-другому. А так, шикарная, в принципе. Но не на лето. Дальше. Как только у нас наступила жара, буквально вот последнюю недельку, наверное, и вообще, я сразу же достала свой Estee Lauder Double Wear. Да, кто-то скажет, что в жару это... Зачем ты вообще достала это? Если уж сильная жара, не думайте, что каждый день я наношу вообще тональный крем и там полное лицо макияжа. Но если мне хочется в летнюю погоду, чтобы я была уверена в том, что мой макияж продержится, то это мой верный спаситель. Это самая, в принципе, стойкая основа из моего арсенала. И проверена годами уже. Это моя вторая бутылочка данного тонального крема. Но на самом деле я ношу его не в чистом виде, а смешиваю с какими-то более легкими текстурами. Например, вот это вот. Хотя Алюминея сама по себе тоже довольно... Не довольно, а имеет полное покрытие. Но я добавляю буквально каплю Estee Lauder для стойкости. Также можно с какими-то BB кремами проделывать более легенькими. Можете даже попробовать с каким-то увлажняющим кремом смешать. Даже не знаю. В общем-то, к слову, это Estee Lauder. Просто спаситель, если вам нужна стойкость. Алюминея просто показала, как пример, что именно я смешивала с Алюминея. Алюминея более сияющая. Estee Lauder все-таки более такая матовая. И вместе что-то они образуют то, что мне нравится. И пользовалась еще BB кремом от Миша. Немножко мне пугает его серый цвет, когда я наношу его. Но потом он как-то адаптируется под мой цвет кожи. Не знаю, пока точно не поняла, насколько он мне нравится. Наношу спонжем. Покрытие довольно-таки прозрачное. Иногда мне это, в принципе, нравится, что такое натуральный финиш. Иногда мне хочется немножко больше. И приходится его наслаивать сильнее. Отчего сразу, мне кажется, лицо более перегруженным. И вообще, немножко побаиваюсь я BB кремов и всех этих высоких SPF. Не очень в этом разбираюсь, но побаиваюсь на самом деле, что может подзабить поры. Но так сам по себе мне финиш нравится. Он увлажняющий, что, в принципе, неплохо. И вот пользовалась, так как он недавно у меня появился, активно им пользовалась. Также еще достала свой Max Factor Face Finity. Но отдельно я им тоже никогда не пользуюсь. И использую по назначению примерно так же, как Estee Lauder. Это из бюджетного сегмента. Это, соответственно, из дорогого. Тоже для стойкости. Face Finity тоже сама по себе стойкая. И довольно-таки светлая и розовая. Поэтому я разбавляю другие основы свои, которые на мне держатся хуже. Например, от LA Girl, которая HD Foundation. В общем-то, в этом мне эта основа очень-очень помогает. Покажу вот такую сыворотку. Бренд, скорее всего, даже вам неизвестен. Хотя я не знаю, какие у вас магазины. У нас есть вот такие сыворотки. Бренд Marion называется, насколько я понимаю. Это польский бренд. И сыворотка, как уходовая, мне не особо она подошла. Потому что особо ничего она, мне показалось, не делает. Прямо такого сильного. Кстати, это Collagen Regeneration. У них разные есть там всякие варианты. Это бюджетные. Стоит где-то 4 с лишним евро у нас. Но пользуюсь как праймером. Праймером. То есть, даже перед этой тональной основой, чтобы хорошенько увлажнить лицо. Чем мне нравится эта сыворотка, что она очень быстро впитывается. Лицо остается таким эластичным. И на нее отлично ложится тональная основа. Попробуйте. Может быть, если у вас какая-то сыворотка стоит. И попробуйте использовать как праймер. Хотя летом, конечно, в сильную жару не советую сильно перегружать. Но вот конкретно от этой сыворотки я не чувствую перегруза на своем лице. Также к праймерам. В апреле очень любила пользоваться вот этим вот праймером. Это Essence Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow Pore Minimizing Effect. Конечно же, на поры не скрывает. И стараюсь на поры даже не наносить. Наношу на выступающей части лица. И стараюсь наносить на самом деле кисточкой. Что-то типа вот такой вот обычной кисточки кабуки. Это у меня Sigma F82. Очень старушка моя. Почему наношу кистью? Чтобы был тончайший слой на самом деле. Потому что иногда мне кажется, что если переборщить с этим праймером, то как-то она тяжело немножко ощущается на лице. Но на самом деле мне очень нравится этот праймер. Он бюджетный и он действительно очень хорошее сияние придает. Если вы любите сиять и сияние наше все, то попробуйте присмотреться. Он стоит порядка 3,5 евро, наверное. Что еще про него я могу сказать? Ну сейчас, кстати, когда вот сильная жара по 26-28 градусов, я, конечно, его не буду наносить, потому что мне кажется, он может перегрузить лицо. Но на более прохладные какие-то денечки для сияния просто отличный праймер за свою стоимость. Поначалу мне как-то он не понравился, но потом я его распробовала. Я поняла, что его нужно буквально немножечко наносить, и тогда все будет у вас отлично. И стараюсь на Т-зону тоже его не наносить, там на нос. Буквально на скулы и туда, где вы хотите сиять на щечке, там вот так вот. Дальше. Вот такой хайлайтер жидкий от Sleek. Уже давненько-давненько в моей коллекции, на самом деле. Я несколько раз пыталась с ним подружиться, но почему-то не могу. Хотя он довольно популярный, я знаю, был в свое время. Это оттенок Monaco. Самый светлый у них в линейке. Во-первых, мне он не то, что он как бы... Он жутко розовый, во-первых, на мой вкус. Он стоил где-то порядка 12 евро. Он прям не то, что розовый, он какой-то розовый-фиолетовый, что ли, даже. Ну, даже это бы ничего. Я пыталась его все равно носить, но он какой-то, на самом деле, супер маслянистый. И я не знаю, в общем-то, может быть, он у меня уже устарел. Конечно, он красивый, без всяких блесток, и сияет неплохо. Но если наносить поверх тональной основы, то он как-то ее свозит, потому что сам по себе очень тяжелый маслянистый такой продукт. И спонжем или даже пальцами, тем более кистью, свозит мне тон. Никак не могу, в общем, подружиться с этим продуктом. Напишите, если вы пробовали, как у вас с ним обстоит. И если подмешивать его в тональную основу, мне кажется, тоже не очень как-то все это гладко и утяжеляет, в общем, основу. Не знаю, может быть, еще буду пробовать его дальше какими-то другими способами. Но вот сколько раз пытаюсь с ним подружиться, никак пока не получается. К хайлайтерам еще такая штучка. Это Catrice Galactic Highlighter Drops. На самом деле они довольно популярные, мне кажется, сейчас уже. Люди их любят, и он даже раскуплен был на сайте. Их, эти капли, я имею в виду, раскуплен был. Мне они поначалу вообще не понравились, потому что это совершенно не мой оттенок. Это голографик Glow, как здесь заявлено. Я буквально этого не увидела. Я думала, что оттенок будет вот такой вот. Какое-то такое светлое белое золото на самом деле. Здесь такая вот система. Не очень, кстати, удобная упаковка, лично на мой вкус. И цвет здесь обманчивый. Когда вы растушевываете, он, в общем-то, становится розовым. Вот видите, да? Ни в одном месте он таким не будет, именно вот такого цвета. А он будет вот таким вот розовым при переливе. Но мне нравится очень консистенция. Он такой очень тонкий, в отличие от предыдущего слик. Он совершенно не маслянистый. У него текстура совсем другая. Он легенький. Хоть и с ним тоже нужно приноровиться учиться работать, как бы, чтобы не свистеть тон. Как бы у меня не всегда это получается. Но как-то я вот его пробую. Но на самом деле наношу его вовсе не на скулы. А наношу его только буквально на выступающие яблочки. Еще когда улыбаешься, такой красивый, как бы, румянец, что ли, появляется. Такой шиммер. И как раз он такой розовато-золотистый и стойкий, в принципе. Но, еще раз повторюсь, довольно жидкий. И тоже надо научиться с ними как-то работать. В общем, пристраститься, скажем так. Так пользовалась им. Не скажу, что прямо это мой супер-пупер-фаворит. И, конечно, второй раз я его точно не куплю. Пользуюсь им, потому что я его уже купила. И мне жалко, что он будет лежать. Поэтому пытаюсь использовать его хотя бы как румяшки. В принципе, смотрится неплохо. Вернулась к своему консилеру Catrice. Если смотрите мой канал, знаете, что в последнее время я активно пользовалась... Что-то у меня сегодня с голосом. Я извиняюсь. Я активно пользовалась консилером вот этим вот. Make a Revolution. Но, все-таки, Catrice мне роднее и ближе. Я поняла, что он намного меньше скатывается у меня в морщинки. И хоть и покрытие у него ниже, чем у Make a Revolution. И цвет не такой идеальный, как у Make a Revolution. Но мне он ближе. Он какой-то более стойкий на мне. Более легкий. В морщины не так забиваются. В общем, обожаю. Пыталась подружиться с таким контурирующим стиком от Catrice двойной. Где здесь хайлайтер, который розовый, жутко. И контурирующий стик. Ну, как это все сейчас модно. Хотя я вообще не люблю лишние кремовые продукты на своем лице. Особенно, когда тепло. Но, на самом деле, здесь оттенок неплохой. И все бы здесь ничего. Но я не могу понять, как его растушевать. Я пробовала и кисточкой, и пробовала и пальцами, пробовала и спонжем. На самом деле, когда я его растушевываю, даже как-то в стороны там или как. Вот эта полоса, которую я изначально нанесла, ее будет просто видно. Она, видно, как-то быстро застывает, что ли. В общем, никак не подружиться не могу. Может быть, просто не умею, на самом деле, я пользоваться кремовыми контурингами. Это тоже может быть. Но не получается. Спонжи. Заказала себе аж целых 4 спонжа. Кстати, вот мой спонж, который сейчас в действии. Я храню в такой штуке от стирального порошка. Это тоже маленький спонжик. Очень мне нравится. Я не нарадуюсь, что я открыла для себя такую коробочку. В общем, кладу туда свой спонжик, и он у меня вот так вот в ящичке хранится. Но не об этом. К спонжикам. Заказала себе аж 4 штуки на Алиэкспресс. Буквально по отзывам. Там 400 отзывов, наверное, было. Все в комментариях в один голос писали, что отличные спонжи и мягкие. Они стоили мне где-то по 89 центов. То есть спонжик один меньше доллара. Заказала 3 зеленых. Очень не очень удобно, что нельзя заказать, например, много и разных. Как бы я не знаю, как это делается. Я в Алиэкспресс вообще не очень шарю. Я больше заказываю на ebay почему-то. В общем, заказала 3 зеленых. Потом решила, что мне нужно еще и фиолетовый перезаказать, так как я очень устала от своего оранжевого спонжа, от розового. В общем, этот спонж по качеству. Этот сейчас у меня еще не до конца высох. Поэтому, видите, он больше, конечно же, чем который новенький. Спонжи со срезом я только теперь такими пользуюсь. Я не могу пользоваться формой в виде капли спонжами. Вот у меня тут спонжей, кстати, полно просто спонжей. Даже вот такими не могу пользоваться от H&M, хотя у меня просто новейший лежит, который, кстати, очень жесткий оказался. Не знаю, я вам показывала его или нет. Эти спонжи отличаются от спонжей Real Techniques. Вот у меня здесь сухой есть, старенький. Он даже видно на камере. Этот какой-то очень пористый и такой совсем другая текстура. Поначалу мне не понравилось. Этот такой очень бархатистый и очень мягкий. На самом деле сейчас у меня уже подсох. Но даже в таком состоянии он очень мягкий. Мне поначалу казалось, что за счет того, что у него практически такие очень мелкие поры, как бы вам объяснить, мне казалось, что больше он съедает продукта. Ну, я не знаю, может быть, это и так. Но на самом деле я не экономлю свои тона, потому что мне их очень много. Мне даже наоборот хочется уже их подиспользовать. И он очень мягкий. И я пристрастилась вот этой стороной. Наношу тон. Неплохие спонжи за 80 центов. Даже если мне хватит его на месяц, на два, это будет уже хорошо и бюджетно. Я оставлю ссылочку. Оставлю ссылочку на того продавца, где я покупала. Если будет такая у меня возможность. И если кому интересно, напишите, в общем. И, в общем-то, вот. Поначалу мне показалось, что когда я выжимаю, знаете, бывают такие некачественные спонжи, что прям остается такая форма пальцев. Но нет. Может быть, это еще от спонжа к спонжу. Кто знает, может быть, этот зеленый мне совсем не понравится. Как правило, если заказываю спонжи какие-то китайские, то здесь, как кот в мешке, никогда не знаешь, какой он будет. Может быть, он будет вообще супер дубовый, как правило. В 90% у меня и бывало, сколько я перезаказывала в поисках хороших спонжев. Было время, я заказывала очень много спонжей вот таких оранжевых с ebay. Но потом там тоже качество стало хуже, стали приходить дубовые. В общем-то, тут не угадаешь. Здесь мне понравился спонжик конкретно этот. И пользуюсь с удовольствием уже целый месяц, даже больше. Долго о спонжике я, в общем-то, рассказывала. К пудре активно пользуюсь Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Такая заюзанная у меня и хочу ее поддобить. И с приходом жары, мне, кстати, она очень даже нравится. Фиксирует лучше, чем предыдущая моя любимица, которая в Trio Makeup Revolution я вам показывала. Я не говорю, что она мне не нравится, но вот эта вот светлая, она легкая, хорошая, все. Но сейчас более жарко и фиксации как-то хочется больше. Если вы понимаете, о чем я, в общем, фиксирую консилер под глазами. Отлично все держит. Мне нравится, что она светлая. Для светлокожих то, что нужно. Наношу все свои пудры я спонжем. В общем-то, она бюджетная и очень мне нравится. Что еще тут добавить? Бронзер пользовала только этот и продолжаю уже полтора месяца им пользоваться. Это Makeup Revolution Mono Eyeshadow в оттенке Pure. Или, в общем, не знаю, вот так вот, как правильно произносится. Я уже не раз рассказывала, они супер бюджетные. Но мне очень нравится текстура. Они супер мягкие, шелковистые, отлично набираются, отлично тушуются. Кстати, еще вот, к слову, на этом тональнике все тушуется просто идеально. То есть он как по маслу. Оттенок этого бронзера мне очень нравится. Он такое что-то среднее между контуром и бронзером. Чем-то напоминает мне мой любимый Vahama Mama, который я постоянно показываю вам. Но у этого намного текстура более мягкая, шелковистая. Этот все-таки такой довольно-таки погрубее. Но если посмотреть, мне кажется, оттенки похожи. Единственное, вот этот немножечко теплее будет. Но на лето мне это даже нравится. Как бы этот вот более холодный. И этот менее пигментированный лично на мой вкус. Но этот классный, еще раз, чтобы сократить время свое. И, в общем, люблю. Если вы не пробовали, попробуйте. Закажите однушку. И он не рыжий, он классно тушуется. Он неплохо держится. Может быть, он не суперстойкий, конечно. Но он стоит буквально доллар, наверное. Даже если вам не понравится. Я не агитирую, хотя... Далее. Хайлайтер покажу только один, на самом деле. Просто влюблена в эту палетку. Я уже как-то показывала ее. Это W7 Strope Time Vivid Glow. Это не самый светлый у меня кит. Этот наборчик есть еще светлее. Но там более розовый. Но мне кажется, там тоже интересные оттенки. Но просто на мой вкус не более розовый. Если честно, здесь мне нравится только один оттенок. И я пользуюсь только одним оттенком. Я думаю, даже можно понять, каким. Вот этим уже скоро здесь будет у меня ямка. Мне очень нравится качество, как ни странно, данного продукта. И самый мой такой критерий – это универсальность цвета. Он кажется немного розовым в упаковке. Но он такой идеально розовый, бежевый. Какой-то... Не знаю. Не знаю. Конечно, это не типичный оттенок какого-то шампанского. Это, еще раз говорю, очень интересный оттенок. Сейчас он такой концентрированный. Понятно, когда растушевываете. Еще мне очень нравится в нем то, что он, мне кажется, может быть, мне кажется, не знаю, что он меньше подчеркивает текстуру, как некоторые другие хайлайтеры. То есть он не такой уж супер сухой, как вот есть некоторые хайлайтеры, которые, когда наносишь, прямо видно. Конечно, кожа еще суши выглядит в том месте, где вы нанесли. В общем, я довольна этим хайлайтером на все 100. Разными кистями наношу и разными кистями мне нравятся. Иногда даже влажным спонжем наношу. Ну, кстати, вот этот тоже очень красивый. Просто немножечко для меня темноват, но на чуть-чуть загорелую кожу, возможно, я им тоже буду пользоваться. А так этими можно как тенями пользоваться. Ну, такой хайлайтер был мой любимчик. Еще пигмент от NYX, оттенок Sky Pink. Очень красивый оттенок, такой чуть-чуть пыльно-розовый, что ли, и супер шиммерный. В общем, я не смогу вам даже его посвочить, если не забуду, вставлю свочек. Потому что упаковка ужасная. В общем, пользовалась в этом месяце. И покажу последнюю палетку. Это вот такая вот. Не сказать, что это моя любимая палетка. Меня, кстати, тут просили снять на нее обзор. Я не знаю, смотрит эта девушка это видео или нет. Может быть, она не мой подписчик, и случайно то видео посмотрела старенькое. Я, на самом деле, не очень горю желанием снимать обзор на эту палетку, потому что, ну, это не абсолютно стопроцентный мой фаворит. Но я достала ее в этом месяце, как раз вспомнила про нее. И мне нравится здесь качество. Здесь есть неплохие матовые оттеночки. Очень красивый нежный персиковый, красивый коричневый. Ну, такой более серый, холодный, фиолетовый-коричневый. Ну, вот эти вот оттенки, вот первые четыре, даже пять. Очень классные. Они шиммерные, они мягкие, матовые тоже хорошие. Единственное, вот эта часть палетки, как бы, для меня совершенно бесполезна, потому что синими, серыми я не у... и фиолетовыми я вообще, вообще не мое. Но так по качеству, если не считать того, что мне не нравятся оттенки, качеством палетки я довольна. Все цвета очень супер-пупер пигментированные, даже если я вот так вам покажу. Какие-то те, которые я не люблю, они очень такие насыщенные. Мягенькие, хорошо тушуются, в общем. И буду заканчивать видео, и так получилось опять длинненькое. Спасибо большое, что посмотрели. И пишите, какие ваши любимчики, может быть, вы что-то мне посоветуете, может быть, хотите, чтобы я вам что-то посоветовала. И спасибо большое за просмотр, и всем до новых встреч. Пока!